Любовь к городу и поэтический талант всегда в цене, доказали представители дипломатического корпуса и наградили ценными призами победителя и конкурса «С любовью об Одессе». Его объявил генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапча, поддержал и организовал интеллектуальный форум. Накануне Дня города организаторы подвели итоги и определили победителей. Здесь шутят бесобашно и светло, смывая ужас жизнепотрясений. Пройдоха город, славный город, о, пропахший морем в курточке осенней. Спасибо. Когда родители дарили детям сказки, отец Ирины подарил ей сборник стихов Анны Ахматовой. Семь лет назад женщина и сама попробовала писать. Ее стихи понравились родным и друзьям, а позже стали нравиться и членам жюри поэтических конкурсов. В прошлом году на конкурсе у меня была вторая премия, а до этого я участвовала из городских, в Пушкинской осени, то, что проводил у нас Пушкин в Британии, то, что проводил Олег Барушка, там у меня был приз зрительских симпатий. И вот первая премия на поэтическом конкурсе «С любовью об Одессе». Ирина Корнетова. Ирочка, премию для вас денежную предоставляет Генеральное консульство Румынии, как главный организатор. Это 4000 гривен. Надеюсь, они вам пригодятся. Конечно. Вот, и с удовольствием вам вручают. Спасибо. Поэтический конкурс «С любовью об Одессе» учредил Генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапче. Поддержал инициативу и организовал мероприятие «Интеллектуальный форум». Итоги решили подвести накануне Дня города. Мы подумали, что если мы все живем в Одессе, и мы очень любим этот город, нам нужно показать, ну, мы все представители дипломатического корпуса, что мы любим этот город, то есть свой колорит и уютная атмосфера, и юмор. И поэтому мы организовали этот конкурс. Приз за второе место – 3000 гривен – финансировало консульство Сирии в Одессе. Поэт, занявший третье место, получил 2000 гривен из рук почетного консула Германии. Призы подготовили Генеральные консульства Кипра, Словакии, Греции, Израиля, ЮАР, Грузии, Белоруссии и других государств. А вот оценивала работу и определяла победителей жюри, в составе которого были журналисты, писатели, редакторы и библиотекари. Какой критерий у поэзии? Если ты видишь, что это не банально, если ты видишь, что это интересно, ну, естественно, рифма должна быть какая-то, даже если это белый стих. Вот, кстати, как у нашей победительницы, то это замечательный белый стих. И грамотность. К сожалению, не все участники отличались грамотностью. В этом году в конкурсе приняли участие более 30 человек. В Генеральном консульстве Румынии в Одессе планируют сделать мероприятие ежегодным и более масштабным. Наталья Костенко, Евгений Руденко, 7 канал.